Чтобы не издавать никаких электрических сигналов, Терри покрывает все металлические части пластиком и привязывает всё это к угрю. Затем Терри убеждается в свежести своей наживки, которая должна привлечь внимание акула. Две трети мозга этой акулы отвечает за распознавание запаха добычи. Рыбачи ночью мы выбираем наиболее вероятное время охоты акулы. Именно ночью суперчувствительные тупорылые акулы имеют преимущество перед рыбой, которая больше полагается на зрение. Они начинают путешествие по устью реки, чтобы бросить наживку. Известны случаи, когда тупорылые акулы таранили каяки, принимая брызги от весел и движение руля за рыбу, бьющуюся в отчаянии. Терри в порядке. А вот я поранил свой указательный палец, насаживая наживку в темноте. Это немного всё осложняет. Надеюсь, что это и волнение оживлённого порта не испугают мою удачу. Пол третьего ночи начало клевать. Во время прилива леска начала натягиваться. Она не идёт вниз. Такое ощущение, что на другом конце ещё одна лодка. Просто мёртвый груз. Попробую что-нибудь поменять. Да, тянет. Тянет, движется ко мне. Леска длиной около 200 метров, и что бы ни было на другом её конце, она движется к берегу. Что это, боже, она огромная, одна из самых больших рыб, которых я видел. Это невероятно. Это не акула, но это рыба особенная. Потрясающе. Просто нечто, никогда раньше не видел ничего подобного. Это так называемый гигантский грублер. Настоящий монстр, но не тот монстр, которого я ищу. Но всё равно, он просто потрясающий. У грублеров есть отличительная черта. Этот почти 110-килограммовый самец на самом деле родился самкой. Когда в группе нереста слишком мало самцов, некоторые самки меняют пол, чтобы повысить рождаемость. Впрочем, этому самцу или самке пора отправляться обратно. Для меня это лишнее доказательство того, что нам неизвестно, кто обитает в этих реках.